Задачи Элладе. Здоровый глаз имеет шарообразную форму. Поэтому у здорового глаза изображение строится на сетчатке. Если глаз не имеет шарообразной формы, например, вытянутый, как у близорутых, то изображение строится, не доходя до сетчатки, и человек плохо видит. Значит, первая наша задача – сделать глаз шарообразным. Более сложная проблема – это центральная фиксация оптических осей. Здоровый глаз видит вдаль, и оптические оси у него параллельны, когда он смотрит вдаль. У близорукового человека оси пересекаются перед носом, ну, например, на расстоянии 11 сантиметров при 9 диоктриях. Наша задача – потихоньку удлинить это расстояние, скажем, до метра, а желательно развести оси в параллель. Это вторая задача. И третья задача – это нужно поднять оптические оси во внешнем пространстве. Поднять вверх. Потому что человек чаще всего смотрит вниз, соответственно, изображение у него строится наверху. Нужно вот эти оси во внешнем мире поднять. Сейчас я буду петь известную молитву Иисуса, которую мы пели около 10 лет назад, но актуальность её всё ещё стоит перед нами. Молитву надо петь громко, в ритме сердца. И я советую научиться петь её не только на выдохе, но и на вдохе, что я сейчас продемонстрирую. Пение на вдохе даёт больше сопротивления, и таким образом синяя кровь легче возвращается в лёгкие при вдохе. Соответственно, при выдохе больше красной крови выйдет из лёгких. Диафрагма качает кровь на вдохе лёгкие, а на выдохе, поднимаясь, давит на лёгкие, удаляет красную заряженную метроцикльную кровь. Ещё пару слов, пока не забыл. Основные моменты теории зрения изложены в книжке Уильяма Горацио Бейтса «Как улучшить зрение без очков». А также в моей книге «Алгоритм гармонии». Ссылки на эти книги имеются в описании видео. Кто хочет подробнее разобраться, нужно это сделать. Так. Перед упражнениями я советую воспользоваться вот таким известным тебе электромассажером и расслабить мышцы виловые, начиная с ушей. так, чтобы вибрировали глаза. Дальше расслабить мышцы шеи сзади и сбоку вращательными движениями. прославить позвоночник, который связан с нервной системой. Ой, как хорошо! Ну и снизу то же самое. Можно повторить еще раз уши. Поехали. 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 У надоéis. Поехали. Молитва продолжит расслабление. Наладится ритмичная работа сердца, в нервной системе. В ритме сердца человек должен как можно чаще находиться. А теперь я включаю молитву Иисуса на его родном арамейском языке. И желательно ее петь на вдохе и на выдохе. Элладия это проще, потому что она будет слышать и мой голос, и свой. Значит, можно выбрать свой на выдохе, а когда я пою, делаю вдох. При этом я буду делать упражнение. В молитве Иисуса четыре куплета. Первый куплет я буду делать упражнение значит вверх, центр, влево, центр, вверх, центр, влево, центр. Вместо крещения я буду делать вот эту вот фигуру такую, два прямых угла, для того, чтобы быстрее поднять оптические оси вверх. Второй куплет я буду давить мягкими частями на глаз, как можно глубже стараясь сделать для вас более сферическим. Третий куплет я буду делать даоский массаж. Нужно найти бугорки, которые нарисованы в моей книжке. вот я показал, какими пальцами. Три точки давятся кончиками больших пальцев, одна точка указательная. И последний куплет я буду делать массаж вокруг глаз. Это тоже разводит оптические оси. И за руки часто делают вот так. Разводит оптические оси. Но вот это упражнение, оно позволяет улучшить еще и кровообращение. Молитва сама по себе улучшает кровообращение. А если вы дополнительно еще делаете массаж и работаете мышцами, то у вас кровообращение к глазам очень хорошее. И мышцы за счет труда усиливаются. Время восстановления зрения зависит от продолжительности занятий. Я, например, по утрам молюсь не менее трех часов. И все успеваю сделать. Ну, теперь переходим к делу. Звучит музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Дима Торзок